Вопросы взаимодействия и сотрудничества с землячествами обсудили в региональном законодательном собрании. Представители нашего региона из разных городов России обсудили планы по продвижению имиджа при Ангаре за пределами области. Александр Ведерников провел встречу с руководителями и представителями землячеств иркутян в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. Председатель законодательного собрания поблагодарил собравшихся за неравнодушие к развитию родного региона. Можно отметить, что впервые в истории взаимоотношения законодательного органа региона с землячеством у нас сразу присутствуют три региональные организации. Поэтому вот в этом смысле такая хорошая традиция закладывается. И от имени депутатов законодательного собрания приветствую вас в законодательном органе Иркутской области. На собрании обсудили предложение инициировать установку на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга мемориальной доски воинам-иркутянам, погибшим при защите Ленинграда и работе архивного агентства Иркутской области по поиску следа иркутян в истории Крыма. Внимание уделено прошедшей выставке форуму «Россия на ВДНХ». Тут надо всерьез, как говорится, включить все возможности для того, чтобы лучшим образом показать Иркутскую область в целом. Я думаю, неспроста придумали вот с тем, что происходит на ВДНХ, вот как была оценена эта работа, но подготовительная эта работа большая была проведена. Поэтому для нас самое главное это, чтобы не проходило это чувство гордости, оно все время крепло за Иркутскую область в целом. Во встрече также принял участие лётчик-космонавт Герой России Анатолий Иванишин, коренной иркутянин. Он входит в московское землячество. К празднику 9 мая 80-летию Победы предлагается назвать улицы в городах Иркутского региона именами земляков, участников Великой Отечественной войны. Организовать спортивные турниры, вахты памяти с участием лауреатов ежегодного конкурса патриотических проектов, а также переиздать и направить в школы книгу «Иркутск. Город трудовой доблести». Никита Родинский, Антон Бархатов. Местное время.